Алкоголь существует еще с древних времен и со временем появилось множество интересных фактов связанных с ним. Канал интересные факты предлагает подборку небольших занимательных историй на тему алкоголя, его производства и культуры питья. Итак 15 занимательных фактов об алкоголе, которых мы не знали. Если верить древнегреческому историку Геродоту, то самые важные дела у древних персов решались во время распития вина. Так решения принятые под действием алкоголя на следующий день утверждались всеми присутствующими на трезвую голову и наоборот. Все трезвые решения требовали обязательной шлифовки большим количеством вина. Другой знаменитый грек, математик и философ Пифагор изобрел оригинальную кружку для распития вина, названную впоследствии его именем. По сути это система собирающихся сосудов, в которую можно наливать вино ровно до определенной точки, после которой она попросту начнет выливаться. Пифагор считал, что таким образом воспитывает в согражданах чувство меры и культуры потребления вина. Сегодня эта оригинальная кружка один из самых популярных сувениров в греческих лавках. Знаменитый американский сухой закон, запрещавший производство, перевозку и продажу алкоголя, вопреки распространенному мнению, отнюдь не распространялся на распитие спиртных напитков за закрытыми дверями собственного дома. Этим не применули воспользоваться находчивые виноделы и наладили производство винного концентрата в брикетах. Надписи на этикетках гласили «Внимание! Разбавив содержимое брикета водой, не ставьте сосуд с жидкостью в темное место, иначе через 20 дней вода превратится в вино». Не меньшей изобретательностью во время сухого закона отличались и американские бутлигеры, подпольные торговцы алкоголем. Чтобы запутать севших им на хвост полицейских, они привязывали к подошвам обуви специальные колодки, похожие на коровьи копыта. В животноводческих штатах, где буренки практически свободно гуляли по улицам, отыскать следы контрабантистов было почти невозможно. Многие крепкие спиртные напитки принято выдерживать в дубовых бочках, поскольку материал, из которого они сделаны, способствует насыщению напитков кислородом. С каждым годом выдержки из бочек испаряется определенное количество напитка, которые виноделы поэтично называют долей ангелов. А вот компания Jim Beam, один из самых крупных и известных производителей бурбона, изобрела технологию извлечения алкоголя, впитавшегося в стенки дубовых бочек, в которых он выдерживался. По аналогии с вышеупомянутой долей ангелов, извлеченный алкоголь был назван долей дьявола. Самый известный в России повец за трезвость был очень суров в отношении тех, кто нарушал его указы. Так, для отъявленных пьяниц, досударь повелел отлить из чугуна 7-килограммовые ордена за пьянство, которые цепями крепили нарушителям на грудь и заставляли ходить с таким грузом целую неделю. В Татьянин день все крупные города наполняются толпами пьяных студентов, которые зачастую совершенно не знают меры в своих излияниях. И в 19 веке их было не меньше, чем в 11. Швейцары ресторанов Стрельна и Яр решали проблему довольно просто. Они писали адрес студентов мелом на их спинах. Когда один из них напивался до беспамятства, извлечник знал, куда его нужно доставить. Хорошая идея, кстати. В итальянской коммуне Маринна, провинции Рим, ежегодно проходит знаменитый виноградный фестиваль, во время которого во всех местных фонтанах вместо воды течет вино. Но в 2008 году произошел казус, который порадовал многих местных жителей. Из-за технической ошибки вино вместо фонтанов поступило в водопровод и стало лиц из кранов в близлежащих домах. Сколько стоит бутылка самой дорогой водки? Всего лишь каких-то 3,5 миллиона долларов. И неудивительно, процесс производства и очистки этой беленькой довольно сложен. Сначала ее фильтруют через лед, затем через угли, полученные из древесины скандинавской березы, а в конце через смесь из толченых бриллиантов и других драгоценных камней. Продают самую дорогую водку в хрустальных бутылках с добавлением платины и родия, инкрустированной алмазами. Пульки, сок забродившей агавы, один из самых древних алкогольных напитков в мире. Он был известен еще ацтекам. Однако доступен он был далеко не всем. Пить его имели право лишь жрецы во время исполнения обрядов и вожди во время празднования воинских побед. Среди немецких монастырей первым право варить пиво получил орден бенедиктинцев в местечке Вайштенфан в 1040 году. Чтобы получить право варить и пить пиво во время поста, монахи отправили к папе гонца с бочонком напитка, но пока гонец достиг папского двора, пиво попросту скисло. Папе настолько не понравился напиток, что он решил, что в его употреблении во время поста нет никакого соблазна и греха. Британец Марк Дорман в 1996 году придумал и реализовал идеи черной водки. Она имеет черный цвет, благодаря особому красителю черной катеху. Во всем остальном это обычная водка. Еще одна история времен сухого закона. Чтобы при перевозке алкогольных грузов через море избежать таможенного досмотра, контрабандисты привязывали к каждому ящику в мешок с солью или сахаром и при приближении таможенников сбрасывали их в воду. Через некоторое время содержимое мешков растворялось в воде и грузы всплывали. Поэма Венедикта Ерофеева «Москва, петушки» в СССР была впервые опубликована в журнале «Трезвость и культура». Когда же поэма вышла отдельной книжкой, то по просьбе автора Венедикта Ерофеева она стоила ровно 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во времена написания произведения. Друзья, мы проводим еженедельный конкурс для подписчиков нашего канала и это видео участвует в конкурсе. А сейчас мы определим очередного победителя конкурса. Переходим на ролик, который участвовал неделю назад в конкурсе и смотрим сколько же было у нас комментариев. Комментариев 36, копируем ссылку и переходим для определения победителя. Поехали! И сегодня у нас победитель из России. Переходим на его канал и смотрим, выполнил ли он условия нашего конкурса. Подписка есть, а вот лайка нет. Извините, вы не выполнили условия. И мы поехали дальше. Так, Арсений Шуриев, это просто комментарий. Поехали дальше. И опять, это просто комментарий у Джульетта написала. Ну, почему же вы не указали номер телефона. Поехали дальше. Итак, Алексей Сотов. Давайте посмотрим, выполнил ли он условия конкурса. Итак, лайк есть, подписка есть. Ура! Алексей Сотов. Вы выиграли этот конкурс. И сейчас мы вам отправим 50 рублей на ваш мобильный счет. Переходим на WebMoney, Россия, Beeline. Вставляем номер телефончика. Что-то опять не нравится формат. Сейчас поправим. Вот так. 50 рублей. Отправляем. Сейчас придет на телефончик код. Ага, он уже пришел. Пишем его сюда. И подтверждаем. И так, немножечко ждем. Смотрим. Выполнило пополнение. Поздравляем вас, Алексей Сотов. Заходите к нам еще. А я сейчас напомню условия конкурса. Если ты хочешь совершенно бесплатно получить 50 рублей на свой мобильный счет, тебе нужно сделать три вещи. Поставить лайк к этому видео, подписаться на наш канал и написать любой комментарий, в котором указать номер своего мобильного телефона, оператора связи и страну проживания. Напомню, друзья, указывайте страну и оператора. Я не могу знать всех операторов в странах. Не правда ли просто? Прошу заметить, что комментарий любой. Нам интересны любые ваши отзывы. По ним мы ориентируемся в своих ошибках и в ваших пожеланиях. Только не забудьте написать номер телефона, который вы желаете пополнить. Победитель будет определен посредством онлайн-сервиса в прямом эфире ровно через неделю. И сразу же в этом же прямом эфире у вас на глазах победителю будет отправлен платеж на указанный номер мобильного. Вам остается только выполнить эти простые условия и дождаться итогов. А на сегодня все. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить свой выигрыш. Субтитры сделал DimaTorzok